У меня нашли рак. И вот так меня раздуло за два дня. Что говори? Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Вы, наверное, видели видео в ТикТоке, в Шарцах, в Рилсах по поводу того, что у меня нашли рак. Сейчас я расскажу вам детально всю историю о том, как это было от и до, со скриншотами, видео, с выпиской врачей, медикаментов, которые я принимал и так далее. Поздно вечером я обнаружил, что у меня здесь маленькая шишка под горлом. Я подумал, что ничего страшного, возможно, это не фаутил или что-то подобное. Пройдет само до утра. Утром я просыпаюсь и понимаю, что у меня конкретно раздуло шею. Я в небольшом стрессе и панике вместе со своей девушкой понимаю, как можно скорее двигать в скорую, куда-то в госпиталь. Но так как мы находимся в Европе сейчас, и мы здесь на птичьих правах, мне нужно как-то было попасть в больницу как можно скорее. И неизвестно что, оно растет все больше. И я переживал о том, что же будет со мной утром, что же будет со мной завтра. Оно не болит, но это очень интересно, когда у тебя инородное тело какое-то на шее. И мы поехали в скорую помощь. Мы приезжаем в скорую помощь. Меня спрашивают, что у вас? Я говорю, ну как что? Ну вы, наверное, видите? Они такие, да, да. Записали меня. Я подождал. Пришел врач, посмотрел меня, посмотрел горло. Сказал, что он не знает, что это такое. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. То есть он не может решить, определить, что действительно у меня за болезнь, как оно с первого взгляда. Начинаю у него спрашивать, это ангина гнойная? Он такой, нет, конечно. Я говорю, ну, наверное, все, я точно знаю. Это лимфоузлы. У меня воспалились лимфоузлы. И он такой, нет. Вау, круто. Так что же у меня на самом деле? Моя ошибка, я спрашиваю у миссистры. Is it bad? То есть, как бы, bad, ну, плохо. Она такая, yes, is it very bad? Затем меня отправляют на анализ крови. Я сдаю кровь с вены, выхожу, у меня темнеет в глазах. И я чуть ли не теряю сознание, еле дышу. Кружится голова, и я, как бы, срочно подхожу к своей девушке, говорю, Настя, пожалуйста, мне нужна срочно вода. Найди воды. Она бежит, берет воду, приносит, я пью. Мы сидим, ждем. Напоминаю, это всего лишь первый день. Это все истории, это только первый день. И вот так мы прожидаем до вечера, и в течение этого времени меня несколько раз вызывает один врач, потом другой врач, потом третий врач, потом медсестра, потом у меня опять берут анализ крови. В кабинете врач, каждый новый врач, который меня берет, он осматривает, спрашивает мои симптомы, записывает, спрашивает, на что я жалуюсь, болит ли у меня, когда я глотаю, и прочие моменты. Болит ли у меня голова, есть ли у меня температура. Они у меня все это меряют, замеряют, и понимают, что у меня ничего из того, что они спрашивают, у меня не болит, не болит, когда я глотаю, не болит голова, абсолютно ничего. То есть просто я здоровый человек. Приходят первые анализы крови, которые у меня взяли, и они говорят, вы здоровы, это супер. Это просто прекрасно, но что же у меня на шее, что тут такое, что находится на моей шее, как это понять, что это, это что, рак? Они такие, ну мы не знаем точно. Сестра, я напомню, она мне сказала, is it very bad, то есть очень плохо. И я накручиваю себе, думаю, они мне запрещают кушать, берут у меня анализ повторно второй раз, берут анализ крови третий раз. Третий раз, когда они у меня взяли кровь, а это уже 10 вечера практически, то есть общественный транспорт уже перестает ходить, никакого ответа нет, меня никуда не записывают, я не попадаю в палату. Я просто нахожусь по-прежнему в скорой помощи, в приемном отделении. Ну и после того, как они у меня взяли третий раз анализ крови, они меня позвали к врачу, врач у меня все поспрашивал, ультразвуком проверил мою шею, посмотрел эти шарики, они так раза два еще тоже делали, приходил еще один врач, они собрали консилиум после этого, и все врачи собрались и куда-то свалили. Они где-то примерно час, наверное, мы ждали, ничего не понимая. И самое интересное, что меня позвали в кабинет к врачу, он у меня все поспрашивал, записал и говорит, да-да-да, все, сейчас, секунду, и оставил меня в кабинете. Я в кабинете пробыл, наверное, минут сорок один, вообще никого не было, никто ко мне не приходил. Я такой, ну, это все весело. Я просто сам вышел из кабинета и пошел, сел обратно в приемное отделение, где сидела моя девушка, потому что она начала уже переживать, звонила мне, писала, я, ну, как бы, мы нашлись, я вернулся, сижу с ней. Врачи до сих пор на консилиуме, уже второй час проходит. Ну, мы начинаем переживать, потому что уже близится к 12 ночи, и как бы, как нам уехать потом вообще с этого госпиталя, идти пешком. И мы спрашиваем, что нам делать, они говорят, не знаем ничего, еще проходит где-то полчаса, общественный транспорт уже не ходит. Приходит к нам врач и говорит, не переживайте, вы уедете точно, мы вам вызовем бесплатное такси. Вот эта фишечка, которая есть, они нам вызывают бесплатное такси, дают нам такую распечатку А4 лист, штампом от больницы, и отправляют нас домой. И сказали, что я записан на 10 утра на завтра к врачу, который точно сможет определить, что это. Потому что этот день, к которому мы приехали, это был воскресенье, и воскресенье, как вы знаете, во многих клиниках, особенно в скорой помощи, есть дежурный врач, но он как бы не специализируется особо ни на чем, он всего по чуть-чуть знает, но он не специалист прям широкого класса, например, по лимфоме, по раку, или там по гландам, он не лор, это просто дежурный врач, который может в экстренной ситуации что-то предпринять, помочь, но так как у меня не было температуры, и я не умирал от боли, ничего, они просто меня отправили домой. Но на утро, когда я проснулся, я проснулся, у меня эта штука еще больше стала, то есть шея вообще была как у огромной жабы такой, просто сумасшедшей. Утром мы просыпаемся и приезжаем в 10 утра в больницу, слава богу, не было огромных очередей, все очень быстро, цивильно. Больницы в Швейцарии, конечно, в отличном состоянии, все такое новое, как будто только вчера его построили, никакой там ни соринки, все грамотно, по билетикам, то есть я пришел в отделение, дал свои документы, мне выписали билетик, поэтому билетик, я попадаю в отделение компьютерной томографии, захожу, меня просит раздеться, не до гола, снимаю верхнюю одежду, захожу, они мне говорят, что подключают меня к какой-то аппаратуре, у меня впервые такое было компьютерная томография, потому что обычно это было по-обычному, а тут как-то очень странно, они всовывают мне иглу в вену, чтобы проверить венозность моего тела полностью, все вены видеть, я вообще такое впервые видел, я ложусь в эту штуку в КТ, и они меня туда крутят, туда-сюда, я катаюсь, не дышите, заканчивается эта штука, я встаю, в ожидании того, что будет, они мне заклеивают пластырем, говорят, что one moment, входит в такую штуку, и я вижу как бы стекло, и за этим стеклом я вижу его, который несет эту фотку, они открывают там на компе, и я вижу такую картину, как первый врач, второй врач, третий врач, четвертый врач, они звонят еще какому-то пятому врачу, приходит какой-то главный их босс, доктор Хаус, приходит, и они все пятером выстраиваются с такими глазами, типа, А что это такое? Такое чувство, что они увидели цыпленка какого-то, а я в это время, напоминаю, я стою там, я говорю, может я выйду куда-то, ну, мне бы не хотелось этого хотя бы видеть, представьте, что я чувствовал, я просто смотрю на людей через стекло, я их не слышу, смотрю на них, а если даже слышал, я не понимаю язык, они там между собой что-то общаются, смотрят, и все в конкретном шоке, там даже уборщица, знаете, такая на заднем фоне моет, и такая, что это такое? И я такой стою, ну, я вообще не нервничаю, нет, нет, все хорошо, а это было 10 утра, я у них спрашиваю, я могу что-то поесть, я вообще ничего не ел еще, на них мне говорят, мы не знаем, он звонит врачу, не может дозвониться и говорит, ну, наверное, нет, не кушайте, класс, супер, окей, умру голодным, иду, короче, вниз в столовую и сижу в этой столовой, где все едят, и мне безумно хочется кушать, и слава богу, спасибо большое моей любимой девушке, которая заставила меня покушать, и она говорит, просто купи себе поесть хоть что-нибудь, хотя бы бургер, понятное дело, что если я ожидаю диагноза какого-то очень страшного и непонятно чего, то хотя бы если я буду сытым, мне будет немного легче воспринимать даже плохую информацию. Я как бы купил себе покушать, поел, мы приходим на рецепшн к этому врачу, нам говорят, вам нужно немножко подождать, ведут нас в отделение для раково-больных, ну, то есть полностью в онкологическое отделение, где все постеры, короче, кричат о том, что рак кожи, рак горло, рак сердца, я не знаю, рак крови, лимфома там и прочее, вот это все в раке, мы были первые, мы зашли, сели, и туда заходят время от времени какие-то люди, которые болеют, наверное, раком, я надеюсь, нет, и садятся так тихонько по одному, там девушка была полностью замотана каким-то шарфом или в шапке, то есть, возможно, она вообще лысая была, но это ужасно, и они все рядом сидят, и ты сидишь, и я как бы еще не знаю, что у меня вообще, рак или что у меня, но как бы я уже чувствую, что я с ними на одной вот скамейке, на одной волне, все, больше трех часов мы сидели точно в этом отделении и ждали свою очередь, потом, наконец-то, свершилось, приходит к нам врач, мы заходим, и он мне говорит, я не знаю, что у вас, он меня щупает, ладно, ложитесь на кушетку, я ложусь, он включает этот фонарь, там что-то смотрит, колупается пальцами у меня в горле, спрашивает, болит и так далее, я ему все рассказываю, все описываю, вплоть до того, что я пил вчера, какую воду и откуда, с крана или не с крана, в Швейцарии можно пить с кран, и он мне говорит такой, я не знаю, что у вас, короче, ну непонятно, и я такой, вау, это же, наверное, просто супер, но я спрашиваю, ну у меня не рак, он такой, нет, у вас не рак, а почему вообще это решили, я говорю, ну я прочитал в интернете по всем симптомам, скорее всего, это рак, он не болит и так далее, это как-то странно, он, короче, смотрит, щупает меня, и потом просто, в общем, телефонный звонок, приходит его босс, смотрит такой, у тебя камень, я такой, какой камень, он такой, ну камень у тебя в слюной жалюзе, то есть, вы себе представляете, тут в слюной жалюзе образовался камень, я знаю, что есть камень в почках, правильно, есть камень в мочевом пузыре, но камень в слюной жалюзе, я впервые в жизни, это 27 лет своих открыл для себя такую информацию, я спрашиваю, как мне быть, он говорит, ну подождите, и мы в этом отделении рака опять идем, и ждем еще часа 4, мы просто сидим и ждем в своей очереди, я жду, когда мне будут делать операцию, то есть, сегодня у меня операция, мы, конечно, очень обрадовались, что это не рак, а камень, но как-то так себя все равно радость, и я такой сижу, и... Ожидаю операцию, это все покрывает страховка. После того, как меня вызывают уже на операцию, мне делают операцию под языком, мне пытаются раскрыть слюную железу, он говорит, я камень вижу, но не могу достать, и пытаются доставать, минут 40 меня там мурыжили, резали под языком, потом меня зашили и сказали, что камень достать не смогли, он типа выйдет сам, я такой, вау, вот это класс, просто мне выписывают, у них все так походу лечится, парацетамол и ибупрофен, на всякий случай, мне еще, по-моему, в первый день дали антибиотик, который от какой-то кожной инфекции, но это совсем не то, но врач мне говорит, можете продолжать его пить, да, все хорошо, они тут его, видимо, всем выписывают, вот антибиотик мне прописывают, и говорят, что пейте его, ибупрофен и парацетамол, можете все вместе пить, но если болит, я пью вот эти вот антибиотики, он мне говорит, ну все, в общем камень у вас выйдет, все будет хорошо, он выйдет сам, я такой, ну у вас были уже такие случаи вообще с таким камнем, он говорит, да, вот недавно девушка приходила, она у нас была, мы тоже не смогли достать ей камень, это вообще чес какой-то, она пошла в ресторан, покушала в ресторане, поужинала, буквально вот, она вышла с операции, получается, такая вообще крутая женщина, пришла в ресторан, и в ресторане после операции она кушала, что-то ела, пила воду с лимоном, и у нее камень выплеснул в еду, что-то такое, это вообще просто чес, это мне говорит врач, я такой, вау, вот это да, и меня записывают через месяц, ровно через месяц к ним, и я такой, а если у меня будет болеть больше, камень не выйдет, я не знаю, ну типа температура будет подниматься, что-то произойдет, он такой, не переживайте, все нормально, пейте антибиотик, пейте то, все выйдет, все будет хорошо, окей, и я начинаю пить воду с лимоном, и всю неделю питаюсь просто жидким, не могу открывать рот, кушать, ничего, особенно после операции, у меня болят там швы, наступает такой период, что буквально проходит дня 3-4 после этой операции, что вы думаете, у меня действительно, видимо, выходит камень, потому что она начинает уменьшаться, и я понимаю, что, господи, спасибо, А, и еще, он мне посоветовал, как помочь, когда вы моетесь души, он говорит, берите это пальцами и направляйте его, как будто он выйдет, ну я, что вы думаете, у меня настолько это бесило, и все, можете вообще такое представить, и я просто реально ходил в душ по 3 раза в день, вот так вот стирал, помимо того, что я пил все, и у меня реально в момент, настолько я себе это внушил, что мне казалось, что у меня эта опухоль, этот камень, он сейчас вылетит, когда я так делаю, я его даже загонял, она была такая шишка огромная, я его как будто загонял сюда под челюсть, и оно ничего не было, я такой, вау, потом это прошло, я на радость вообще сумасшедших, просто ура, я вылечился, что за бред это был, я не знаю, и через день мы идем с друзьями гулять, в природу посмотреть, Швейцария это лучшая страна, на следующий день я просыпаюсь вот с таким лицом, просто шрек номер 5, это не просто такое лицо огромное, оно тупо дико болит, болит так, очень болит, я не буду выражаться, но болит безумно, и я еду в скорую помощь, я приезжаю в скорую помощь, и они мне говорят, ну как обычно, чувак на ресепшене, он меня уже запомнил, он говорит, о, hello, bro, у меня вот такая уже штука, он такой, ааа, ну ничего страшного, записал меня, опять у меня взяли анализы, но в этот раз, видимо, потому что они испугались, что с моим лицом, я не знаю, они меня на каталки кинули и понесли в палату, в палате я лежал, у меня, прокапали меня парацетамолом, всем чем только можно, и они мне говорят, что у меня ничего нет, у меня просто опухло лицо, я говорю, можно это зубы, они такие, нет, это не зубы, я пару дней назад буквально приходил, у меня было на шее, не может же просто так это быть, может это оно, они такие, да, это слюная железа, но это уже не камень, я говорю, ну может камень перешел как-то, нет, это не камень, они проверили там ультразвуком, всеми анализами, это не камень. И я такой, класс, это не камень. А что это? Они такие, ну, возможно, какая-то инфекция. Ну, это очень меня успокаивает, но что мне делать? Продолжайте пить вот этот антибиотик. Он поможет вам. А ещё что вам нужно пить? Это ибупрофен и парацетамол. А что вы хотели? У нас это помогает от всего. Оно снимает любую боль. Но, к сожалению, когда я вернулся домой, боль вот здесь распирала так, что утром, после, ну, следующим днём, утром, после завтрака, я, у меня болело так сильно, что я начал плакать. У меня просто были слезы. Я настолько, мне было больно, я плакал, что я обнял свою девушку, и я ещё никогда более так не плакал. Сколько я делал татуировки, даже зуб один раз без анестезии вырывали, мне не настолько было больно, я в шоке. Я начинаю опираться, короче, говорю, что я не поеду никуда, и мне моя девушка говорит, что давай, поехали в больницу, короче, что мы ждём? Я такой, ну, блин, то нет, нам же стали через месяц прийти, она говорит, да, что ты тут умер, я тебя убью тогда сама. И мы, короче, поехали в скорую помощь снова. Они отказались нас принимать. Мы понимаем, что в скорой помощи в принципе нам особо не помогут. Мы начинаем прорываться как-то к врачу Лору, который ухо-горло-нос. Мы бежим в госпиталь туда, обманываем их и говорим, что мы вот были вчера в скорой помощи, вчера с этой темой, и нас должны были, типа, записать, но забыли, там, или записали, и так далее. И, короче, каким-то образом, спасибо огромное этой женщине и здоровья, и большого, она записывает меня к Лору. Мы с Настей идем к Лору. Он меня смотрит, смотрит мне ухо, проверяет, он понимает, что у меня даже в ухе есть инфекция. Идет меня обратно в то раковое отделение, которое было, на ту же пушетку, это уже как родной дом у меня. Я туда ложусь, он меня всего проверяет опять, опять ультразвуком. Говорит, что действительно камня у вас нет, это действительно инфекция, но непонятно какая, и мы не можем определить. Взяли у меня еще анализы. Я говорю, вы понимаете, этот антибиотик, который я пил, он просто бесполезный. У меня болит так сильно, я ибупрофен с парацетамолом тоже не спасут. Я пил его 4 раза в день. Он мне выписывает, короче, другой антибиотик, слава богу, он мне выписывает вместо парацетамола ибупрофена трамадол. Я начинаю пить трамадол и другой антибиотик, и по чуть-чуть трамадол забивает боль. Однажды я, кстати, вот так напился вечером, я просто отрубился. Оно мне все настолько помогло, что оно по чуть-чуть начало сходить, 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 отпускать, но как бы лицо все равно было квадратное очень долго. Но я себя чувствовал лучше. То есть как бы у меня не было, слава богу, температуры, у меня это не было на двух сторонах. А если бы это было на две стороны, шеи или лица, по всем возможным признакам, это скорее всего может быть паратит, как вы и скажете. Но прикол в том, что они нам сказали яростно, что это не паратит. То есть это 100% не паратит. Мы сдавали анализы, нас проверяли на паратит, но так как у нас была прививка от паратита, они говорят, что я не мог им заболеть, это невозможно в таком возрасте. И по анализам это не паратит. Они же, наверное, берут пробу, кровь, они отправляли мою кровь в лабораторию, я столько в жизни крови не сдавал. Дней 7-8, у меня это все прошло уже. Я понимаю, что я выздоравливаю и в принципе выздоровел. И все бы хорошо, но буквально через пару дней, как я выздоровел, заболела моя девушка. Я не буду показывать фотографии, что было с ней. Вы сами понимаете почему, особенно если это смотрят девушки. У меня, кстати, запись буквально через пару дней, как месяц того времени, как меня записали, как вы помните, через месяц. Я вот приду и, возможно, сниму, кстати, какую-то вторую часть этого видоса, если будет что-то жесткое и у меня найдут какой-то супервирус, коронавирус, который тестирует, чтобы истреблять людей, например, кто верит в иллюминатов и масонов. Возможно, это что-то тестирует, чтобы почистить население. И самое еще интересное, что заболел мой друг этой же штукой. Что я хочу заметить из позитивных моментов, которые были. Первый и самый важный момент, это то, что медицинская страховка покрыла полностью все. Я ни за что не заплатил, ни копейки. Второй момент, это то, что они предоставили нам, как вы помните, бесплатное такси. И третий плюс в том, что здесь сколько бы людей не обращалось в клинике, в больнице с какими-либо проблемами, болит желудок и прочее, они не будут вам ставить сразу какой-то диагноз. Они найдут и докопаются до этой проблемы, пускай это займет действительно неделю, два дня, три дня. Когда они уже найдут ту самую проблему, только тогда они возьмутся за это лечить и смогут поставить 100% диагноз. Поэтому Швейцария это топ, именно поэтому мы выбрали эту страну, и именно поэтому мы сейчас находимся здесь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч. Оставайтесь на связи, следите. Если я не умру, значит все хорошо.